Замечательный онлайн режим Что делать? Я услышал, я услышал, да. И о том, аж как мне вот сейчас использовать те условия, ту ситуацию, которая поможет мне сделать рывок вперед. Как мне сделать так, чтобы опираясь на то, что у меня есть, на те сильные стороны двигаться вперед. Как мне сфокусироваться на чем-то важном. Может быть те, кто слушал внимательно суть моих вопросов, я старался пытаться направить людей на какие-то важные моменты. Например, нужно ли дополнительный оборудование? Нет. Как выйти в соседний регион? Как быстро выйти? Какими миниальными способами? Что нужно еще сделать? Например, что важно с корпоративной культурой? Я услышал от многих из вас о том, что вы очень много инвестировали в команду, то есть попытались сохранить команду. Но, например, только в первой презентации я услышал понятие ценности были корпоративные. Это очень важно. Я уверен, что вы тоже на эту тему обсуждали. И поэтому вот эта работа с людьми, работа с командой, это является одной из четырех вообще главнейших антикризисных мер. Ну что ж, из полутора часов первого мастер-класса я постараюсь сейчас ужаться в 40 минут. Ну, даже поменьше, потому что мне хочется, чтобы и другие коллеги тоже выступили. Я уверен, что многие из вас смотрели фильм «Пятый элемент». Помните, там, когда Корбан Даллас в роли Брюса Виллиса представлялся Мильеевич? Она там говорит «Как тебя зовут?» Она говорит «Корбан Даллас». Поэтому попробую быть сегодня Корбан Далласом с точки зрения стратегической трансформации. Ну что ж, стратегическая трансформация. Буду перелистывать слайды, потому что их много, приготовлено на большую последовательность времени. Значит, вот это я попрошу точно всех сделать. Отключить мобильные телефоны по возможности. Убрать их на 40 минут. Ничего страшного не произойдет. Знаете, есть такой анекдот у нас в Москве, особенно среди Инстаграм-блогеров. Что если девушку, Инстаграм-блогершу посадить на стул, привязать ее, не дать ей возможность пользоваться телефоном в течение часа, она умрет. Ну, мы такое не будем с вами делать, поэтому я уверен, что вы в состоянии быстро это все делать. Итак, значит, буквально два слова о себе. Три карьеры в жизни. Так получилось, и я очень рад, я уверен, что это как раз в тренде современного life-long learning, life-полный цикл жизненного обучения. Первая карьера – это предприниматель. Я, кстати, удивительная вещь. Еще вчера я точно не разговаривал со своими родственниками, и мой папа, а их было в семье порядка семь детей, родился под Райчихинском. Так получилось, да, в Амурской области. Их прапрапрадедушка привез сюда из Украины, и вот так здесь вот получилось, образовалась часть моей семьи, вот мои корни самые такие. То есть мой папа родился здесь, похоронен он в другом городе, вот. А я родился сам на Дальнем Востоке, тоже в городе Советская Гавань. Это самая восточная точка. О, прекрасно. Самая восточная точка практически нашего континента. И то потому, что там был роддом. А фактически как бы, ну, бабушку туда после фронта перевели на Тихоянский флот. Поэтому первая моя часть жизни это предпринимательство. Я прекрасно знаю, что такое предпринимательство, потому что мы и были, ну, правда, мы начинали предпринимательство в 90-х годах, когда нельзя было, например, там взять кредитную инвестицию на какого-то там фонда искать, знаете, а мне не получилось. Но в лучшем случае тогда был бы совсем другой разговор. Поэтому мы воспитаны в другом ключе. К сожалению, тот момент бизнес, который у нас был, наш бизнес разорился. Кредит, который мы взяли, был 600 миллионов рублей под 180% годовых, под залог нашей недвижимости, товаров в обороте. Мы занимались аудио-видеотехникой. И после этого вот начался другой этап образования, понимание, что такое финансы, что такое управление и банковская карьера. Я проработал в банках более 16 лет. Прошел путь вот там фактически заместителя управляющего дуп-офиса маленького города, до председателя правления нескольких российских банков, совладельца одного из них. И я участвовал в объединении и консолидации, создании таких крупнейших российских банковских систем, как Росбанк. Тот Росбанк, который вы знаете существует, мы его создали в 2004-2005 году. Следующая это группа ОТП, ОТП-банк. Сегодня тоже, я уверен, что у вас тоже, наверное, представлен. И Кубаньбанк, это тот банк, который мы покупали, развивали и продали. Сейчас я занимаюсь консультированием банков. Многих банков, вот в отеле, в Меркеру, где я живу, как раз отделение банка открытия, я с ними очень много работаю. А также работаю с многими другими компаниями. С 2004 года я занимаюсь консультированием, проведением стратегических сессий, обучением и коучингом, исключительно коучингом первых лиц и владельцев компании. Все, с этим все закончили. Про себя больше, наверное, сказать не буду. Если нужен будет телефон, да, можно будет подписаться. Я всем отвечаю. Пожалуйста, пишите Инстаграм. Я уверен, что Инстаграм дает возможность общаться, дружить, знакомиться с другими интересными людьми. Поэтому пользуйтесь, я всегда, все вопросы, даже презентацию могу вам прислать. В целом, все, что было у нас проще, вот мне очень хочется именно с этого начать, что как мы раньше жили. Все было просто, понятно, да? Сначала школа, причем обычная, не такая, которым там сейчас, например, дети наши ходят, да? Институт, работа. А можно, пожалуйста, убрать картинку мою, если YouTube видит то же самое, перевести ее в верхний, это вот какой-то левый угол, верхний левый угол. Из другого угла в другой угол наверх. Спасибо большое. Вот, работа, институт, да, пенсия, все как бы обратно. Мы ходили с вами в спортзалы, сидели в ресторанчиках, ходили в кино, но и все было понятно. Но, к сожалению, в 2020 году произошли кардинальные изменения. Причем изменения, которые происходят сейчас. И мы с вами являемся свидетелями того самого момента, когда, может быть, наши прапрадеды увидели или услышали радио, которое у них было. Как мне рассказывают, что какой-то из наших родственников подходил с ним, разговаривал, потому что это было что-то необычное, вообще меняло сознание людей. Так вот, все, что происходит сейчас, меняется наше сознание. Мы попали в вукомир. И в этом вукомире нам надо как-то научиться выживать, несмотря на то, что наступил карантин, пандемия, удаленка, кризис и так далее. Соответственно, главный вопрос, вообще единственный главный вопрос, который нас сейчас всех волнует, как сохранить бизнес. И здесь ответов прямых, которые работают в каждой отрасли, не существует. Кому-то, например, повезло, да, и есть такие отрасли и компании, которые взлетели. Слава богу, да, всем анализы нужны там на эту инфекцию, да. Лучше бы, конечно, не нужны были, но так или иначе. Это позволяет бизнесу расти. Это значит, что может диверсифицированно подходить к другому вопросу. Наверное, безусловно, и промдизайн, и, собственно, и дизайн вообще очень важен. Но, наверное, сейчас это будет откладываться. Это уже из первого приоритета оно отходит на какой-то, например, чуть более низкий приоритет. Маркетплейсы, да, нужны. Почему? Потому что потребность продать. Нужно все продать. Сыр, я надеюсь, мы будем есть всегда. Несмотря на все кризисы, пандемии и все остальное. Поэтому готовых решений вообще не существует. И это очень важно. Почему? Здесь именно в этот момент проявляется весь ваш характер. Все ваши подходы, творческий креатив, все, что угодно, все, что помогает бизнесу выживать. Но при всем при этом, я надеюсь, что и постараюсь передать вам через свои выступления четыре основных месседжа, которые пройдут красной линией, позволяющие любому бизнесу, ориентируясь в принципе на эти решения, постараться каким-то образом удержаться. Да, но всегда хочу поставить. Мы как консультанты привыкли говорить решение, вот даем решение, а уж получилось у вас там, не получилось, мы не несем за это ответственности. Я наоборот стараюсь приходить в компанию, консультировать компанию и вести проекты до тех пор, пока они там не получатся. Но даже сейчас, и мы это знаем, что многие компании ушли с рынка или вот-вот уйдут, потому что не все смогли пережить. Собственно говоря, как раз мы о реакциях и говорили. Что же происходит сейчас? Давайте посмотрим, в рамках какой-то турбулентной среды мы с вами живем и почему так важна стратегическая трансформация человека в первую очередь. Еще хочу обратить ваше внимание, не существует компаний, не существует Амур-теста, есть вы. Не существует вашего дизайнерского бюро, есть вы и ваша команда. Не существует маркетплейса, есть вы и ваш муж, который идет. И в сыроварне сеньоры не существует. Есть вот она, замечательная наша, да, сеньорита или сеньора, да. Не важно, это очень важно. Почему? Потому что, когда мы говорим о компаниях, мы в первую очередь говорим о людях. То же самое Меркьюр, это замечательная энергичная девушка, которая сегодня бегала по завтраку. И от того, насколько в ней много энергии, такой будет коллектив и все остальное. Потому что человек, руководитель, собственник, предприниматель, это в первую очередь личность. А дальше уже начинается и коллектив, и корпоративная культура. Все равно и корпоративная культура, это отчасти продолжение личности, ценностей, основателя, учредителя, директора. Не важно, это все продолжение. Это и часть личности человека. Почему так важно? И мне очень приятно, что вы здесь. Потому что мне очень хочется передать месседж следующий. Ваша цель не останавливаться в своем личном развитии. Это безусловная основа всего. Развитие бизнеса будет возможным только тогда, когда вы в себе внутри, а, разберетесь. Будете четко понимать, что вы хотите, куда вы идете, какие у вас ценности, какие у вас планы, какая у вас стратегия. Что для вас в жизни важно, что является определяющим, на основании каких приоритетов и ценностей вы принимаете решения в жизни. И когда для вас это понятно, когда ваша стратегическая цель совпадает с тем, что вы хотите делать в бизнесе, тогда происходит чудо. Тогда бизнес продолжает развиваться. Но если вдруг вы в себе не разбирались, вам непонятно, куда идти, и вы не знаете, что вы хотите, здесь начинается проблема. Поэтому мы будем двигаться, что 20-й год это огромная скорость процессов изменений. Ну колоссально. Мы все видим, все меняется на глазах. Сегодня рестораны были открыты, были закрыты. Но условно говоря, я не очень ориентируюсь в то, как у вас здесь происходили антикарантинные меры. Но насколько у нас жестко было в Москве, например, мы 2,5 месяца не выходили вообще из квартиры. То есть вообще, ну то есть, и все поменялось. Модель потребления, модель общения, модель покупки товаров, модель обучения, модель развития, там, фитнеса, все-все поменялось. Мы с вами будем об этом рассказывать. Помимо всего прочего, смотрим на курсы нашего замечательного национальной валюты, да. Вот вчера он опять вырос. 78, 0,75 на сегодня на утро было. И так далее. И это все, вот понимаете, представьте, мы попали в идеальный шторм. Когда на фоне российского не так мало спроса, в принципе, рынка, с не таким большим, не с такой большой возможностью потребления у людей, еще на это наложилось черный лебедь, как по Масиму Тальбу. Я всем вам рекомендую эту книгу почитать. Причем у него вышла сейчас новая книга. Но она дает понятие, что происходит, что это такое вообще, когда события разворачиваются таким образом. Эффективность сегодня определяет свою деятельность. То есть, насколько цифровизированы, насколько оптимальны процессы, насколько оптимальны затраты по процессам. Вообще, насколько у нас сегодня, мы понимаем стоимость каждой нашей операции. Вот когда мы точно понимаем, сколько стоит, условно говоря, там, процесс заготовки молока, процесс хранения, процесс производства сыра, процесс доставки и так далее, тогда мы можем понимать продукты. Я вот почему молодого человека спросил о том, что из его ассортимента, который делает замороженную продукцию, является важным, приоритетным. Потому что расфокусировка приводит к тому, что можно производить колбасу, варенье, джем, хлеб, печь, начать, все что угодно. Но если у тебя есть точки фокуса, например, пельмени из киты я услышал, да, сразу хочется придумать легенду, что эту киту выловили из Амура, что это в Амурской области произведено и так далее, и так далее, и так далее. Если ты сфокусируешься, если это продукт класса, премиального класса, значит, может быть маржа выше, соответственно, премиальная маржа дает возможность больше затрат делать, можно увеличить производство, концентрируясь на одном продукте, тебе нужны люди, обладающие одной функцией, это значит, они взаимозаменяемы, это значит, дешевле наемный труд и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждое решение управленческое вас, как предпринимателя, оно стоит денег. Вот любое ваше решение, оно стоит денег. Вопрос, сколько оно стоит. Конечно, мы говорим о том, что диджитал, технологии, то есть все мы помним, что мы раньше ходили с кнопочными телефонами, сейчас мы сходим с другими телефонами, к счастью, недавно презентовали iPhone 12, это было для многих людей большим событием в жизни. Поэтому важный момент, несмотря на то, что нам кажется сейчас не время вкладывать, может быть сейчас именно для вашего бизнеса, если правильно провести анализ, о котором мы будем говорить чуть позднее, является лучшим временем для инвестиций. Ну что ж, конкуренты и менеджмент. Два важных момента. Получается так, что в этой ситуации для большинства компаний, при всем при том, что мы сохраняемся, ведем легальный бизнес, уходят моменты, связанные с рискосторожностью. Когда перед твоей задачей выживание, ты готов идти на более рискованные шаги, внедряя более современные процессы, позволяя тебе оторваться от конкурентов. И в тот момент, когда у большинства предпринимателей, которые в принципе давно в рынке, они много работали, у них уже есть там квартиры, машины, они успокоились, у них есть какой-то финансовый запас, молодые предприниматели в этот момент, они пытаются как-то выжить. И для того, чтобы выживать, они используют самые современные технологии, методологии, отгрызая по кусочку клиентов. Вот для банковской сферы нам всегда было, у нас всегда было говорить, а вот у зеленого брата мы отжали там 2% чего-то, какого-то там клиентов или все остальное. Потому что мы понимаем, да, есть огромные игроки, которые не почувствуют. Знаете, говорят, что динозавр не знал, что он уже умер, потому что он слишком большой, пока у него сигнал там от хвоста, или когда им что-то хвост откусили, поэтому у них там иголки стали на хвостах расти. Люди, ну конечно, после того, как первое, самое главное, это вы и ваша личность, второе, это количество людей и качество людей, работающие рядом с вами. Именно сейчас получается самый важный момент, когда у тебя есть возможность отсортировать, отбраковать команду. Я гуманист по природе своей, я очень люблю людей. Ну то есть это принципиально такое конкурентное преимущество в этом смысле. Но, говоря о выживаемости бизнеса, необходимо оценивать качество и квалификацию персонала с его реальной выработкой, возможностями измениться к этой ситуации и принимать жесткие управленческие решения. Мы в этой ситуации, при всем при том, что мы несем на себе социальную функцию, социальную функцию, чтобы понимаем, что людям надо как-то выживать, но здесь другой вопрос возникает. Если мы себе наберем людей, которые не в состоянии работать, мы убьем свой бизнес. И здесь перед вами выбор, либо нанимать тех людей, которые в состоянии и могут, и хотят. Знаете, теория работников класса А Стива Джобса. Всегда набирать людей класса А. Что такое класс А? Это люди, которые выше тебя, которые знают, которые хотят. Потому что если в компании есть хотя бы 20-30% людей класса А, она уже движется вперед. Если мы набираем людей класса Б или класса С, то есть которые ниже нас, которые там знают мало совсем, то мы понимаем, что и компания начинает деградировать. Соответственно, я буду какие-то моменты пролистывать, потому что не успеем все сделать. Поэтому список тех, кого нет, к сожалению, 20-й год пополнил. И много всего произойдет, конечно. На всем этом еще дополнительно ко всему, к этому идет четвертая технологическая революция, которая заменяет людей на роботов. Огромное количество компаний вообще исчезнут с рынка нашего. Исчезнут кассиры, переводчики, там, я не знаю, разные-разные роды работы. Приведу пример, опять же, с банка открытия. Я работаю с оперблоком. Я пришлю потом презентацию, ссылочка у вас все будет. И они сейчас, у них было, например, представляете, огромный оперблок огромного национального банка. Задача сократиться просто в 10-15 раз, потому что вводят технологии роботов. Сегодня уже практически большинство операций делают роботизированные IT-системы. Дальше. Ну вот мы уже говорим о том, что здесь все... И, кстати, в чем плюс? Если мы говорим о том, о возможности использования роботов, не в прямом смысле слова, механических, таких похожих на людей, а роботы – это программы, которые позволяют минимизировать ручной труд, которые позволяют обработку данных делать, которые позволяют делать, там, перенос из разных-разных программ. Особенно это важно для компаний, владеющих большими данными, например, там, для лаборатории. Уверен, у нас огромное количество данных. И если у вас есть много ручного труда, может быть, подумайте о роботизации для того, чтобы высвободить. Еще раз, все для того, что мы делаем, все приносит к тому, чтобы повысить рентабельность бизнеса. Если бизнес рентабельный, это значит, есть возможность, а, удержаться, б, платить зарплату, ц, развиваться и что-то создавать себе там дальше на будущее. Поэтому мы говорим о том, что, что сейчас важно еще касательно человека, если вернуться, и касательно вас. То есть вы заходите в ту эпоху, когда сейчас смарт-предпринимательство. Не в смысле с точки зрения смарт-целей, постановка задач, а с точки зрения умного предпринимателя. Это значит, что принцип «пошел, купил, продал» уже не работает. Даже в торгово-закупочной деятельности нужно абсолютно, вот вы, я слышал, уникальные вещи там создаете, и чипирование, и все остальное. То есть это все повышает качество, ценность услуги для конечного потребителя. Поэтому главное это soft skills. И, конечно, вы, как предприниматель, должны обладать и развиваться soft skills. Это те качества, которые позволят вам подниматься на новый уровень. Фактически это те качества, которые обеспечивают успех. И многие SEO иностранные компании говорят о том, что soft skills, развиваясь soft skills, они более важны, чем hard skills. Например, и, кстати, мы с вами это слышали. Например, вы же по профессии явно не сыродел. И вот там кто-то у нас, а, девушка травки выращивала. Она же не железнодорожник вообще там, да, по-моему, что-то в этом роде. Вот. Поэтому критическое мышление, управление персоналом, решение проблем. И вы можете найти этот soft skills. Даводский форум выбрал 15 или 10 самых главных soft skills в мире, которые сегодня обеспечат человеку движение вперед. И все же, как предприниматели, вы, безусловно, на вас вот это огромный груз ответственности за других людей, которые работают на вас, которые составляют вашу компанию. И развиваясь сами, вы даете им возможность и пример. Можно сколько угодно говорить о том, что нужно учиться, нужно развиваться. А если вы сами не будете читать книги и не развиваться, никто в компании не будет этого делать. Поэтому, показывая пример, вы сможете рассказать о том, что это действительно важно для вас. Что такое антикризисный предприниматель? Это умение обладания навыками менеджмента, управления организацией. Безусловное правило и практика в области human resource management, управления людьми. Это внутренняя личная эффективность и персональная стратегия. Личная стратегия человека. То есть, вот это, я считаю, что сегодня это смарт-предпринимательство или антикризисный предприниматель, который может быть. Предпринимательство сегодня стало уже не просто хобби, а это деятельность, это профессия, это работа, это настоящая наука быть предпринимателем. Давайте подведем итоги, да, быстрые. То есть, мы сегодня живем в УКО-мире, который создал нам гораздо больше проблем, чем вообще могло бы быть на фоне и пандемии, и технологической революции, и кризиса рынка, и еще дополнительных кризисных моментов. Нам всем необходимо выживать в этот момент. То есть, вот в целом. Нам необходимо, для того, чтобы быть и продолжать предпринимателем, развиваться самому, личность, личная эффективность. Нам необходимо развивать soft skills и думать о том, что life-learned learning, постоянно обучаться. Что же делать? Ну, переходим к такому конкретному, к мясу, да, о чем говорится. Какие главные вопросы? На мой взгляд, и на мнение моих коллег, стоят сегодня перед бизнесом вообще. Как расширить направление деятельности, если оно было связано исключительно с оффлайном? Следующее. Как возможно, недорого и быстро изменить бизнес-модель? Как необходимо при всем этом сохранить человечность и адекватность для наших клиентов? Как кооперироваться друг с другом для того, чтобы, видя компаний, которые развиваются сильнее и быстрее, у которых что-то получается лучше, приклеиться к ним и на фоне спроса на их продукцию постараться не умереть самим? Как сделать так, чтобы повышать устойчивость к новой, теперь же у нас говорится, нормальность? Новая нормальность – это постоянный переход из оффлайном в онлайн, из удаленки с оффлайном или с нашей постоянной переходом, и использовать меры господдержки. К счастью, они есть. Вопрос, как там до них дойти, достучаться, получить – это очень важно. И этим нужно просто озадачиться, взять или получить консультацию извне, аутсорсинг или кто-то еще, кто-то должен это сделать. Четыре стратегических направления. В целом, если всю презентацию, все мои практические выводы свести, это будут четыре главных момента, которые характерны для каждого из вас. Да, их степень влияния, если представить возможность, важность для каждого рычажа. Вот, может быть, помните, в детстве, ну, я не знаю, у нас в прошлом, сейчас этого уже нет, был понятный такой эквалайзер, когда ты разного настраивал, там, чистоту звука, там, на магнитофонах было много рычажков. Ну, или если представить много график разных, там, длины. Для вас, для каждого, может быть, это влияние каждого из этих четырех факторов различным, но в целом они все обязательно важны. Первое – это восстановление доходов. Каким образом это сделать? Что нужно для этого сделать? Общаться. Мы поговорим потом, как можно, из команды или стратегическую сессию или как-то еще. Второе – это возобновление и диверсификация операционной части. То есть бизнес-процессы, посмотреть на них, оценить их стоимость, посмотреть, насколько их можно эффективно улучшить, продумать. Третье – это перераспределение структуры управления и вообще структуры бизнеса. И supply chain поставки, и логистика, и все, доставка, и все, продажи, все подвергнут. Сегодня нужно задать себе вопрос, как я могу сделать это? А, дешевле? Б, быстрее? И, С, используем цифровых технологий? И третье – это, безусловно, внедрение IT. Это комбинация всех систем ЦРМ, систем бухгалтерии, систем удаленной работы команды, трелла, все что угодно. Открытие онлайн-магазина шуб с дополненной реальностью, с какой-то, я не знаю, рассылка кусочков меха потенциальным потребителям. Да, 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 вот что-то еще. Я уверен, что совсем скоро мы с вами станем, наверное, свидетелями того, что помимо того, что мы общаемся через месседж, то есть текст, мы скоро начнем что-то другое получать. Какие-то возникнут новые гаджеты, которые нам позволят это делать. Поэтому, что важно от вас, как от собственника, от бизнесмена, от руководителя? В первую очередь, это, знаете, такой тренд, растягивающийся от умения быть лидером и мотивировать команду на одном полюсе, такой добрый, хороший, замечательный, с большим открытым сердцем. А с другой стороны, с холодным рассудком, умеющий принимать серьезные, непопулярные кадровые решения. И это все в вас должно соединяться в одном человеке, при всем при этом, оставаясь человеком. И это очень сложная задача, на мой взгляд, но она решаемая. Я потом бы рассказал вам вопросы, которые важные, мы с вами можем потом пообсуждать их, если у нас останется время, что нужно конкретно делать. Но изменения, которые происходят в нашем мире, они просто настолько захлестнули нас, что мне захотелось дать вам теорию, немного теории о том, что такое вообще change management. Change management это основа вообще управленческой практики, потому что любое принятое вами решение выносит изменения в стабильную структуру. Мы вчера ездили на экскурсию на ваш замечательный мост между Россией и Китаем. И вот мы там разговаривали, там был один представитель этой компании, его звали Роман, я не помню, Борис, как его по должности он. Угодитель генеральный директор. Вот, он генеральный директор. Знаете, я давно не встречал таких увлеченных и профессиональных людей. И вот когда мы с ним разговаривали, вот он сказал такую интересную фразу, мост не в идеальной системе. Вот понятие идеальной системы, это когда никакие сил не влияют, не существует. Конечно, на него влияет и река, и ветер, и солнце, и машины, и движущий транспорт, и люди. Вот так и мы с вами. Мы с вами живем не в идеальной системе. На нас постоянно кто-то влияет. Мало того, что от нас с вами зависит возможность управления. Я еще всегда всем предпринимателям задаю простой вопрос. Представьте, что не дай бог, ну вдруг вы исчезли на три месяца. Что произойдет с вашим бизнесом? Лично вот вы не сможете, вам нельзя дозвониться. Вы, слава богу, жив-здоров. Вам нельзя дозвониться, вы не можете принять никакое решение. Насколько команда в адеквате готова принимать текущие решения? Насколько они способны принимать решения, связанные с продолжением? Насколько ваш бухгалтер понимает график платежей? Насколько ваш заместитель понимает план продаж? Насколько люди, которые без вас в состоянии продолжат начатую вами стратегию в области управления персонала, продаж, маркетинга и все остальное? Вот это очень важный вопрос, потому что сейчас как раз изменения должны коснуться всего. Мне бы хотелось, но у нас не будет сегодня на это время, к сожалению. Если вы захотите, есть в ютубе несколько выступлений мои на эту тему. Или мы с вами как-то договоримся, я потом пришлю, может быть сделаю какой-то онлайн для вас небольшой курс. Стратегический менеджмент, это управление стратегией развития компании, возможность увидеть стратегические перспективы. И менеджмент изменений, то есть то, как я принимаю сегодняшние изменения, какие я решения принимаю и какие последствия я буду делать. Что такое изменения? Важный момент. Все, что происходит с нами, это переход из текущего состояния через переходное состояние, достичь целевое состояние. Целевое состояние это то ваше желаемое будущее, вашей компании, вашего бизнеса, лично ваше. Это точка А, где мы сейчас. С точки зрения стратегических инструментов, дайте быстро хотя бы. Хотя бы, чтобы вы понимали и знали, я уверен, что вы многие пользуетесь, но вернитесь, обновите свои знания касательно тип анализа, социал, экономик, технологические и политические факторы. Что происходит из этих факторов, что влияет на ваш бизнес больше и сильнее всего. Свод анализ, его можно применить как к себе лично, как к человеку и как к компании. Свод анализ очень важно проводить с командой. Если вы сможете собрать свою команду и говорить, слушайте, классно, вот мы живем, вот давайте зафиксируемся, где мы сейчас, что у нас работает хорошо. То-то, что у нас, чем мы можем гордиться. Какие у нас есть потенциальные возможности, какие есть угрозы, а какие стороны нам надо развивать, как вы думаете. А потом вы берете и анализируете это вместе с командой, просчитывая и оцифровывая каждый результат. Поэтому наша задача зафиксировать точку А. Как придумать точку Б? Куда нам идти? Ну, безусловно, здесь необходима подготовка. Чтобы эту подготовку провести, сделать можно следующее. Надо понимать и постоянно быть в курсе происходящих изменений. Нам нужно понимать тренды, что происходит. Тренд это устойчивое влияние на ситуацию. Например, давайте так. Рост онлайн продаж. Тренд? Тренд. Понятно. Сокращение занятости населения. Тренд? Тренд. Снижение покупательского спроса. Тренд? Тренд. И так далее. Когда мы начинаем смотреть, что происходит, какие тренды. Спрос на скорость анализов или на желание, на конкретный анализ. Тоже тренд. Соответственно, мы должны уже дальше. Когда у нас есть тренды, другой вопрос. Какие у нас есть угрозы? Что у нас может быть? Снижение покупательской способности – угроза. Девальвация национальной валюты – угроза. Снижение покупательского спроса в целом – угроза. Возможно ли риск товаров заменить, ли риск услуг каких-то, появления на рынке. Снижение спроса на мои услуги – это все угрозы. И вот когда вы все это вместе проанализируете, вы сможете попытаться найти какой-то движущий тренд, что-то какой-то проскользнет, инсайт, который вам поможет почувствовать, куда дальше развивать свою компанию. Редактор субтитров А.Семкин